Это канал Бэтсэйв Прибалтика, меня зовут Юрий Ижигаев и это шоу Зажигалка. Заголовок Антон Семеняк хочет захватить мир? Захватить нет, это для других. Ты чувствуешь какую-то социальную ответственность? Много народу, мы побили абсолютный рекорд. Вообще есть стереотип, что футболисты гопники. Я сам футболист, я сам с этим сталкивался. Люди сидят в Японии, он утром заходит в инстаграм, он видит сториз, как пацаны рассекают на этом поле. Они нарушили золотое правило, золотое правило открытый удар. Это все реально. Я нахожусь в Риге, в Гризинкаунсе, посередине футбольной арены. Как они его называют? Это Колизей. Сегодня поговорим с Антоном Семеняком, главным в гетто футбол. Поехали! Где мы находимся? Мы находимся в Риге, в Гризинкаунсе, в центре Колизея. Колизей, я правильно сказал, вы его так называете. Да, он так и выглядит, посмотри. Это Колизей для уличных видов спорта. Здесь одновременно, видишь, футбольное кольцо, футбольная площадка. Тут можно во флорбол играть, во что угодно. Слушай, 10 лет уже вам? Футболу, вообще 12. Футболу именно 10 лет? Футболу 10, всей движухи 12 год, 12 сезон. Получается, следующий год у нас юбилейный, 13-й. Потому что 13-й это наша цифра. Это для вас счастливая, да? Это для гетто гейм счастливая цифра. Почему? Так просто совпало. Нумерология. Не будем объяснять. Не надо? Да, не надо объяснять. Просто всегда открытие 13-го мая. И цифра 13 с нами идет по всем сезонам. В это можно верить, в это можно не верить, но это просто такая вот фишка. Слушай, Колизей бывает заполнен до отказа? Да. Да? Да. Когда? Что было самое такое запоминающее? Самое до отказа это сламданг контест. Понятно, да. Да. И рэп фристайл бар. Футбол? Не на первом месте. Футбол. Футбол суперфиналы, футбол открытия и какие-то будут международные соревнования. Про Колизей расскажи. Все 12 лет гетто здесь? Гетто, да. Футбол? Колизей нет. Колизей построен на 10-й сезон. А, это только 3 года назад, да? 2, наверное. Я уже сбиваю цифры, не будем в это углубляться. Да, да. Гетто здесь с первого дня, с 2009 года. Начиналось все с турниров стрит-баскет. И потом очень быстро переименовалось в гетто-баскет. 2 года это был гетто-баскет. И на 3-й год, в 2011 году, появился гетто-геймс. Когда это стало гетто-баскет, гетто-футбол, гетто-дэнс. Что еще? Сейчас очень много направлений, я даже всех не назову. Что у нас и в футболе уже есть отдельное ответвление. Это там гетто-панно, гетто-фристайл. Вообще гетто-файт очень круто заходит. Кстати, тоже заполнен всегда Колизей. Что это гетто-файт? Гетто-файт это MMA. Турниры, вот там есть клетка, потом посмотрим. Сюда ставится ринг и лучшие бойцы Латвии и Балтики. Именно MMA, да, по-разному, ну в разных дисциплинах. Там и юниоры, и профессионалы, и так далее. Слушай, а расскажи о себе вообще, почему футбол? Откуда футбол? Я начал заниматься футболом после первого класса. Я пошел, отправил в футбольную секцию. И мне понравилось. Как-то я шел сначала, потому что меня отправили. Потому что что-то начало чуть-чуть получаться. И у команды были успехи. Я думаю, это такой задал о том, что я бы мог заниматься. Плюс я сам по себе, наверное, ответственный человек. И когда уже, значит, 13 лет, когда хочется уже тусоваться и что-то другое делать, компьютерные игры, да, это была такая беда. Но я вот не смог уйти с футбола. Хотя в какой-то момент футбол вообще не фигурировал как главная точка. Ну и да, в 19 лет я, в 18 лет я закончил спортшколу. Я сказал, что в футбол больше не буду играть, потому что я примерно понял, что, ну, я не тяну этот уровень. Хотя в тот момент меня взяли в Резек на высшую лигу. Но я был такой, то попадал, то не попадал в заявку. Это какой год? 2009. Я переехал в Ригу, чтобы учиться. Я поставил себе четкую цель, что я буду учиться. Футбол это не мое. Играть. И даже про организацию футбола вообще не шла никакая речь. Я пошел химию учить. Ё-моё. Я пошел учиться в Риге я провел лета 2009 без футбола. Я чувствовал себя супер. Я сейчас объясню почему. Потому что все предыдущие года было супер давление. Я очень благодарен моему тренеру, который нас в Резек на Эрик Селецкий, который нас тренировал. Он нам был супер как воспитатель и так далее. Он нам давал стружку так, что мало не казалось. Когда мы приезжали на турниры, все удивлялись, что это у вас за тренер такой. Почему он на вас так кричит? Псих? Нет. Ну, со стороны я имею в виду. Со стороны людям казалось. Но на самом деле он нас мужиками воспитал. Хотя в футбольном плане, к сожалению, никто не остался нигде играть. У нас был один чувак, который в Селтик поехал, но у него там другие проблемы. Крещен Исвалерс. Крещен Исвалерс, да. К сожалению, нет. И у нас была хорошая команда, но переход с 7 на 7 на 11 на 11 была супер большой проблемой. Мы очень-очень сильно сдали в позициях. Когда мы были мелкими, мы играли со всеми лучшими. Ну, там, кто сейчас там, Дубра, Петерсон, Куракин, Богдашкин. Вишняков. Вишняков. Мы со всеми играли наравне. Где-то их обыгрывали, где-то проигрывали. Ну, чуть-чуть чаще проигрывали, чем выигрывали, но все равно мы с ними наравне играли. То в переходе 11 на 11 мы потеряли полностью все позиции. Через месяц появилось желание играть в футбол. Вот просто от души мне просто хотелось поиграть в футбол. Я нашел, где поиграть, и потом я понял, что, а, я учусь в ЛУ, там Мэтт, ЛУ, давай я попрошусь. Они в первой лиге как раз были. Я попросил через тренера, могу ли я прийти на проверку. Ты был в Мэтте? Да. Я даже в какой-то футбольной менеджере где-то числился, как будто я в Мэтте, серьезно. Но я там чуть-чуть был, и я не попал ни на одну игру, не попал в заявку. Это была первая лига, они меня не дозаявили или не успели дозаявить, но неважно. Но я не тащил там и уровень, никакого у меня не было. И все, я в ноябре сказал, все, спасибо, я завязываю с футболом окончательно. И чуть-чуть потом для себя играл, но потом еще травму колена получил. И в итоге я в футбол вообще не играю. И после этого моя страсть к футболу, ее как бы ровно не было. Я даже не смотрел футбол, не слушал, у меня вообще абсолютно другие интересы. Друзья у меня из круга баскетболистов, и у меня друзей и знакомых баскетболистов намного больше, чем футболистов. И потом я, так как я тусался на гетто, потому что мои друзья играли в баскет. Поэтому ты был здесь, да? Потому я был в гетто, да, я приходил, и мы все время с друзьями какие-то приколы вытворяли, что-то болтали, прикалывались, дурачились, играли. И нас Раймонд заметил, он услышал, что я проводил какое-то мероприятие, потому что я в школе вел мероприятие, еще где-то, ну, то есть. И Раймонд мне предложил, говорит, не хочешь к расту матч провести, а к расту матч это баскет, да, 2-3 часа. И именно ночную смену взять. Давай попробую. Взял микрофон в руки, да? Да, хотя я никогда до этого, там, ну, один раз турнир какой-то баскет я вел в Резекна, но вообще с баскетболом я вроде друзья, да, но я с баскетболом очень слабенько. Хотя провел, вроде все понравилось, Раймонд предложил, а ты что-то там типа футболист, давай приходи на следующий год, не хочешь попробовать вести футбол? Я говорю, фиг знает, давай попробуем. В одиннадцатом, двенадцатом году здесь, даже в тринадцатом приходили пацаны и после мероприятия просто семки разбросаны везде. Я про это хотел спросить, был на открытии, кстати, вот мы снимаем, видос выйдет чуть позже. Как прошло открытие? Открытие прошло супер. Даже, ну, ты всегда надеешься, что будет круто, но ты какую-то часть реальности тоже оставляешь, то может быть дождь, может что-то не получится. Было круче даже, чем я ожидал и очень рад был видеть, что много народу, мы побили абсолютный рекорд, 160 команд за день, да. Вот в три они начали играть, в одиннадцатом они закончили, за это время на десяти полях сыграли 160 команд. В одной команде мы считаем три с половиной человека. Почему три с половиной? Потому что некоторые команд приходят по три, они без замены играют, некоторые команды, большинство команд приходят по четыре человека, да. Ну, чтобы заменка, потому что трудно играть. Слушай, я был на открытии и ты такую фразу сказал, что футболисты не урлики и по поводу, ну, поведения, как вести себя в парке, такую длинную, можно сказать, лекцию. Вообще есть стереотип, что футболисты гопники, я сам футболист, я сам с этим сталкивался, да. Ну, там, русские гопники и так далее, знаешь, я очень люблю эту ассоциацию, я понимаю, откуда она возникает, потому что время, какое-то время назад ситуация действительно была такая. Ну, не только на гетто, а вообще в футболе в Латвии и вообще везде. В 13-м году ты мог сюда в парк прийти, и после футбола под трибунами валялись семки разлученные, валялись какие-то бутылки, фантики, еще что-то. За это все время общими силами то, что мы с людьми разговариваем, то, что сама, мне кажется, в целом сознание у нового поколения там тоже немножко меняется, да. Старые уходят, новые приходят, они приходят с немножко другим пониманием, и они уже приходят в этот парк, они принимают правила этого парка. Мы говорим, ребята, не бросайте бутылки, если вы бросаете бутылки, бросайте из мусорника. Семки, если хотите, вы есть семки. В принципе, семки вообще уже никто не ест на улице. Я дома кушаю семки, но ты стараешься даже, даже если ты аккуратно ешь семки, у тебя все равно где-то будут. Их невозможно, так что мы советуем не есть семки здесь. Дальше, что там, чипсы или еще что-то. Ну, ребят, выбрасывайте в мусорник там, не надо плюваться, не надо ругать. Я уже не говорю об алкоголе и сигаретах. Алкоголь запрещен, да, на территории? На территории парка и даже вне территории парка. Если я вижу, что, ну, бывали случаи, что какой-то пацан там решил, там, вот, пошел он в парк, выпил пивка, пришел поиграть. Я говорю, я чувствую, что от него, ну, разлиг. Я говорю, братан, сегодня твой турнир закончился, твои ребята могут втроем продолжать, ты сегодня не играешь. Ну, я не баню всю команду и так далее, но, ну, какая-то этика должна быть. Ты пришел заниматься спортом. Про курение, это уже дело каждого. Мы разрешаем, ну, не то, что разрешаем, ну, вот, мы там не трогаем, когда люди курят за будкой, мы даже ведро специально ставим. Ну, за, на, на, на территорию. Вне территории, нет, нет, нет. Были, есть умники, которые приходят там с вейпом, с каким-то айкосом. И говорят, что это не сигарета. Да, да, говорят секреты, говорю, слушай, ну, ты можешь заниматься тем, чем хочешь в свое свободное время и вне территории парка. Есть люди, персонали, ну, которых просто в парк не пускают? Нет, в парк пускают всех. Нет такого. Мы, есть люди, которых не допускают играть в футбол. К сожалению, потому что они нарушили золотое правило. Золотое правило – открытый удар. Да, то есть, если я ударю кого-нибудь во время игры или вне поля или еще как-то, это… Дисквал? Дисквал на всю жизнь. Там, конечно, нужно с каждой ситуацией отдельно смотреть, да, могут быть провокации. Если ты на меня все время будешь обзываться, ну, я реально могу не выдержаться, тебя вточить, да, но… Но в целом это из-за того, что там толкаются-толкаются и просто кто-то не сдерживается, да. Таких случаев было три за всю историю. И эти люди, к сожалению, не могут принимать участие где-то в футбол-соревнованиях. Есть где-то в Европе еще что-то подобное Колизею, подобное этой движухе? Такой инфраструктуры нету, но в Европе есть, как у нас, вот мини-пичи настроенные по всей Латвии, да. Помнишь, история была, да, лет 10 назад больше. Очень похоже есть в Европе. Такого одного места, где все собираются, играют, в принципе, нету, но такие места появляются. В Дании сейчас вот Panna House, да, организация, с которой мы работаем, они строят свой парк. Да, у них там будет одна-две площадки, возможно, у них потом будет больше площадок, да. Вот они, у них появляется свое одно место, куда, скажем так, они притягивают людей, так же, как здесь. Ну, то есть, у движения должен быть свой дом. И вот эта философия Раймонда, да, Албакяна, что вот у нас есть свой дом, у нас есть грязенькаунцы, и отсюда мы транслируем, отсюда мы что-то везем. У нас вот своя техническая база. И большое спасибо Риге, ну, потому что они нам доверяют, они дали нам этот парк, чтобы мы здесь делали движуху до этого, да, мы видели тренировки какие-то, я даже не знаю, кто там тренируется, потому что этот парк открыт для всех. Парк, я тебе могу рассказать историю свою, я жил здесь у стадиона Даугава, и когда были выходные, я еще был молодым перспективным футболистом, я выходил в парк бегать. Да, ты играл в ФК, да, и, в общем, там шприцы, алкоголики, наркоманы, и, ну, это сколько это, когда было, 2003-й, наверное, 2004-й год, может, 2005-й. Антоха, куда мы приперли? Ты мне тут, сервисы какие-то вокруг. Что это вообще? Гетто? Это, да, это наш офис. Такая физкультура, да? Да, есть такое. Тот первый раз там приезжает, им кажется, такие опасные лестницы, но у меня все нормально. Привыкли? Да, я лично за все года, наверное, два раза только упал отсюда. Не головой, я надеюсь? Нет, нет, нет. Так, у вас собрание, да? Да, у нас собрание, мы обсуждаем предыдущие турниры, у нас в среду был турнир очень много. А вчера был баскетбол, но я бы, конечно, остановлюсь. Мяч специальный, да? Для панны? Это, да, это голландская тема. Нам ребята прислали, мы сотрудничаем с Монто. Сокер, это Эдгар Давидс и компания. Да? Да, он уложился, мы с ними сотрудничаем. У нас же должен был быть турнир в апреле в Амстердаме. Мы уже почти договорились, что Эдгар Давидс тоже придет. Вот они нам прислали такие мячи. Сколько людей вообще во всей организации Гетто? В штате именно вот сейчас, в это время до 10 человек. В целом, если мы подключаем всех людей из аутсорсии и так далее, ну, это там свыше 50 человек. Ну, там на одно мероприятие может быть 20-30 человек. Это вместе там с волонтерами и с фотографами, с операторами и так далее. Ну, то есть, довольно большое количество. Мы подключаем людей и у нас очень большой акцент именно на волонтеров. Потому что это люди, это молодежь, это новая кровь. Они приходят с новыми идеями, с новым таким вайбом. Видением. Видением, да. И мы даем им какие-то знания, мы даем им опыт, а они, в свою очередь, дают нам какую-то такую новую энергию. Каждый раз, там, в мае, ладно, в этом году, в июле, начало сезона. И каждый раз младшая группа становится всем молодой. А ты все старше и старше. Но я этого не замечаю, что я становлюсь старше. А вот смотрю, У-12, ну, это вообще там типа ребятишки бегают. Ну, круто. Но это твоя единственная основная работа, правильно получается? Да, да, даже не работа, это образ жизни, мы просто живем в этом всем. Но, да, в принципе, это приносит хлеб. Хватает? Хватает. Семья есть? Есть семья. А, это отлично. Ну, без детей еще вообще без детей. Хочешь? А хочешь дожить до того момента, когда сын будет играть, а ты будешь все еще вести гетто-футбол? Да. Да, почему нет? Думаешь, это реально? Я думаю, что это реально. Я много задумывался, вот сколько мне и когда мне там надоест, мне надоест вести. А знаешь, вот мы сделали буквально 1 июля после всей этой паузы и такое прям новое вдохновение вести, новое вдохновение что-то делать. Ну, потому что был один момент, когда я уже думал, что может быть надо потихонечку уходить от проведения и вкладывать свое время и энергию больше в организацию, потому что мне кажется, что может быть у меня это получается лучше. Но, опять же, я не могу себе представить прийти на гетто-футбол и не вести его. Видишь, кто мог бы занять твое место когда-нибудь? 100% должны, конечно. Есть ребята более талантливые и сейчас, они просто об этом не знают. И мы их не видим. Ну, я их не вижу и так далее. Но они 100% есть и они будут. И я уверен, что среди нынешних футболистов, может быть, кому-то 14, может быть, кому-то 16, может, кому-то уже 20 лет. И они будут готовы взять микрофон в руки и взорвать резинг-канс. Расскажи больше о европейском туре. Или как это назвать? То, что планировался или все еще он в силе? Значит, мы его планировали, начали планировать почти 2 года назад. Мы подали заявку, мы получили нам в прошлом году, в сентябре мы получили супер-новость, что наш проект одобрили, мы можем делать, европейская комиссия нам выдала, дала добро, что мы можем такое делать. И главное, что это был не какой-то фейковый проект, а мы написали именно, что мы будем делать гетто-футбол 3х3 в таком-таком формате. Ну, то есть, и что нам кажется, что это вот формат, который может зайти люди. Назови города обоевок. Барселона, Милан. Милан мы сразу поменяли уже в феврале, мы поменяли его на Марсель, потом Джаково, это маленький город в Хорватии, Будапешт, Прага, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Берлин, Варшава. Мне кажется, я все, наверное, назвал, все здесь, скажем. Может быть, что-то я пропустил, надеюсь, что нет. Как идея-то вообще родилась? И, если я не ошибаюсь, это именно футбол? Да, это именно футбол 3х3. Баскетбола такого не было? Нет. Но в баскетболе на данный момент уже есть выработанная система. Мы знаем, что баскетбол 3х3, он уже в олимпийских играх. И это уже совсем другая игра, да, потому что там включается политика, там включаются другие интересы, то есть там появляются какие-то другие деньги, особенно много государственных денег, и люди начинают, ну там, ну в сборной Литве, например, играют бывшие игроки сборных, да, в 3х3 они там тренируются и так далее, делают большие турниры. В футболе ничего такого нет, я, честно, я сейчас не могу вспомнить, как эта идея там появилась и так далее, но она просто, это следующий логичный шаг после всего того же, что мы делаем, да, то есть мы делаем в Латвии, мы делаем в Риге, мы ездим по другим городам, мы понимаем, что мы хотим расширяться, мы хотим показать наш формат и делиться нашим форматом с другими организаторами и вовлечь в других игроков. То есть если в Латвии футбол, ну, в него много людей играют, но по популярности это не самый-самый популярный вид спорта, да, в него много играют, все знают, что такое футбол, но, да, если играть в сборную Латвии по хоккею или по баскетболу, ну, к сожалению, ну, к сожалению для футболистов люди обращают больше внимания, да, а в Европе футбол это абсолютная религия, да, мы возьмем Германию, там кроме футбола не существует другого вида спорта. Сборная Германии по хоккею играет хорошо, но по сравнению с футболом там нету сборной по хоккею. Ну, да, слушай, а вот смотреть будут в Литве и в Эстонии, почему туда? Мы были в Литве. Были? Да, у нас Литва была в первоначальном проекте, у нас была Литва, потому что мы начали сотрудничество с одной литовской организацией, с эстонцами мы начали работать, но у нас что-то не пошло. Нам очень важно, чтобы в той стране, где мы хотим продолжить наши какие-то деяния, чтобы у нас были сильные партнеры. В теории мы можем, но на практике мы не можем приехать в какую-то другую страну и начать что-то делать и сразу стать успешными. То есть, если кто-то смотрит и хочет... Да, если в Эстонии есть ребята, я даже знаю, кто примерно это может быть, потому что в Эстонии тоже футбол достаточно популярный. Если в Эстонии есть кто-то, кто готов взяться за организацию, пишите нам, добро пожаловать, давайте сделаем что-то, потому что мы были уже даже готовы в этом сезоне разговаривать, допустим, и сделать там в Таллине, например, турнир или в Библисе турнир. Да, то есть, но нам нужна та сторона, потому что вроде мы живем в Прибалтике, вроде все ясно, но у нас абсолютно разные информационные пространства и вот самый главный барьер это язык, да, все-таки. Если ты в той стране, коммуникация обязательно должна быть. Я не слышал, или может ты не ответил, в итоге будет это? Да, ты не спросил, но будет, да. Мы планируем на сентябрь-октябрь. И Евротур. Да, и он пойдет, если там была идея, что мы едем в Барселону, и из Барселоны вот так постепенно едем обратно в Ригу, и в Риге суперфинал Евролиги, и открытие 10-го сезона гетто футбола, то сейчас будет наоборот, у нас будет закрытие латвийского сезона, это будет открытие европейского сезона. Суперконтент! Че-то ты медленно едешь. Куда ты меня перевел? Гетто Пьетура, до этого назывался Гетто Бургер. Очень-очень вкусный бургер, чистый бургер, наверное. Это тоже ваше Гетто Геймс? Так можно сказать, да. Популярное место, наверное, да? Да, видишь, хейтеры кидаются камнями, значит популярное. Если хейтит, значит любит. Если бьет, значит любит. Давай, пройдем. Приятного аппетита! Спасибо большое! Кто хорошо говорит, тот хорошо кушает, да? Работать не еще надо? Потому что работать... Что, мне работать? Конечно, до ночи. Уже в следующую среду второй космос, второй этап. Мы уже готовимся, мы уже к следующему готовимся с ночи среды. То есть, как только закончили предыдущие, то сразу готовимся к следующему. Почему я твоего напарника не вижу в бирку? Ну, работаю. В кафе. На основной, да, работе? В кафе. Для Савчика. Приятного. Спасибо. Ой, мама. Мы хотим с нашими партнерами из других стран вместе организовать турниры по уличному футболу во всем мире. Мир? Да. Да, да, да. То есть, сейчас вот этот заголовок Антон Семеняк хочет захватить мир. Захватить нет. Это для других политических сил. А мы хотим вместе с нашими друзьями, партнерами в других странах находить общий язык и организовывать турниры там. У нас есть плюс-минус формула, по которой мы организуем. А может быть, эта формула или немножко переделанная формула в другой стране пройдет намного больше. Ты прикинь, как может зайти где-то футбол в Японии? Не могу даже представить. Я могу представить, потому что в Японии очень мало квадратных метров, да, очень люди плотно живут. И то, что здесь происходит, это очень подходит под то, да, потому что в принципе вот вместо этого парка можно построить один футбольный стадион, да. В один футбольный стадион в течение двух часов могут сыграть 22 человека плюс замена. Ну, прикинем, что 30 человек во второй лиге могут сыграть. Значит, 60 человек за 4 часа. В то же самое время в этом парке за 4 часа с групповых турниров до плей-оффов могут сыграть более 300 человек одновременно. и еще успеть покушать, кайфануть, бегать. А касание с мячом передачи забитые голы будет намного больше, чем эффекта больше, ты хочешь сказать, да? Эффекта и толку футбольного, если мы говорим, и вообще насытиться самим футболом. Почему я рассказываю про Японию? Потому что очень интересная ситуация, пока мы не могли делать мероприятия, мы делали онлайн разные соревнования, и мы сделали одно онлайн соревнование, где участвовало 125 человек. Это ground moves, это когда надо финты на земле показывать там. Без мяча? Нет, с мячом. Ты там перепрыгиваешь, что ты делаешь. И у нас сейчас 125 человек с пяти континентов. Австралия только не была представлена. Из Японии было больше всего участников. И они участвовали в нашем. Вот гетто футбол и спанна хаус мы вместе делали. И что примечательно, что выиграл японец, и мы уже начали связываться с ними и так далее. Они уже начали узнавать, что это такое, что мы делали. То есть люди сидят в Японию, он утром заходит в Инстаграм, он видит сториз, как пацаны рассекают на этом поле. Ты понимаешь, что это не так далеко и ты понимаешь, что с ними можно договориться. Нужно немножко денег, чтобы сесть в самолет или на паром отправить нашу конструкцию, туда отвезти, там все построить и сделать. Это все реально. Ты чувствуешь какую-то социальную ответственность все-таки какая самая младшая группа? У-12? У-12, да. В прошлом году мы еще делали У-11, но так как нам нужно было сделать экстрасезон, ну вот такой, нам быстро его надо было придумать, мы решили не делить, сделали У-12 группу самую младшую. Самая старшая сейчас 20+, но без ограничений. Все, что мы делаем, в принципе, это и есть социальная ответственность, потому что, во-первых, это самый дешевый турнир, где ты можешь поиграть в Риге, да, то есть там цена, качество, ну мы сравниваем все критерии, цена, качество, время проведения и так далее, и так далее, на человека это самый дешевый экономический, это уже первый, да, то есть достаточно много людей могут позволить. Мы работали с детскими домами, с детскими домами мы вообще разрешаем бесплатно играть, но они сами не идут. Ты вроде человеку даешь ложку в рот, но он не берет, но если он не берет, то это его проблема, но мы не можем давать все время ему пихать, если он не хочет играть. Наша социальная ответственность сейчас заключается в чем? Что мы играем без судей, мы принимаем любого, вот ты умеешь играть в футбол, не умеешь, а ты приходишь на поле, ты играешь в футбол, у тебя появляется диалог с твоим соперником, ты начинаешь его уважать, да, то есть ты знакомишься, ты, то есть таким образом образуется вообще вот какая-то тусовка, ты учишься, ты сам самовоспитываешься в этих условиях. У нас 10 полей стоит на футболе, и на всех 10 полях одновременно происходят игры, и они все происходят без судей. Бывали случаи, когда там... Бывали, бывали, конечно, толкаются и по ногам бьют, ну не без этого, но судьями... Я честно скажу, игры с судьями происходят то, что я видел во второй лиге, то, что я видел в первой лиге, еще хуже, да? потому что к судьям, ну поймите меня правильно, но у многих игроков никакого уважения, потому что они им никто, и они там а, это судья, судья лог, судья всегда. Да, да. Да, ну все мы понимаем. А здесь ты уважаешь только соперника, ну и либо организацию самую. Ну то есть ты приходишь, ты не уважаешь, скажем, правила Антона или еще куда-то, ты уважаешь правила общего геттофутбола, ты принимаешь общий кодекс геттофутбола. Знаю, что здесь игроки, даже национальной сборной, которые сейчас есть, здесь участвовали, я знаю, что, по-моему, вся высшая лига по футзалу здесь проводит время. Не то, что высшая лига, сборная. Сборная? Сборная, да. Я надеюсь, что когда-то у сборной по футзалу будут супер хорошие результаты, и они смогут отсылаться на то, что какое-то время из своих, конечно, в основном, это их талант, это их родители, которые их водили на футбол, это их тренера, это их футбольные школы, которые закладывали им технику, но что мы даем и чего не хватает в целом футболу не только в Латвии, а вообще в Европе, это вот живость самой игры, да, это то, о чем я рассказывал, когда мне надоел футбол в 18 лет, я хотел уйти с футбола, и это только потому, что он под супер давлением. Сюда ты приходишь, ты ощущаешь давление, но ты ощущаешь абсолютно другое давление, ты ощущаешь давление со стороны своей команды, если ты выходишь в финал, ты понимаешь, что ты должен тащить, давление с людей, которые смотрят, но ты кайфуешь от футбола, ты приходишь, ты играешь там на 10-й поляне, то есть, ее там смотрит кто-то, но ты кайфуешь, ты делаешь там свои финты, там, или еще что-то, ты чувствуешь свободу выбора, и я думаю, что как раз-таки это то, что именно самим футболистам хочет, почему самим футболистам хочется сюда приходить играть. Мы не зовем, мы не говорим, ребята сборной, приходите, пожалуйста, играть, там, или лучшие, там, юниоры, приходите сюда играть. Нет, они сами приходят, потому что они хотят кайфануть просто от футбола, они хотят послушать музончик, посмотреть на девчонок, увидеть других пацанов, посмотреть, как они играют. Можешь фамилии назвать из тех, ну, самых таких, кто играл? Цыганик, да, по-моему, был? Если мы назовем Даша Тау Цыганик, он отыграл в 16-2 сезона стабильно, плюс он приезжал, когда он был в Голландии, он время от времени просто приезжал в Форфан поиграть, и это самое главное, ты приходишь туда поиграть, просто кайфануть. Ну, то есть, мы ни одного не заставляем играть, и ответственность, асфальт, не асфальт, это другой вопрос. Многие говорят, да, это асфальт, это опасно. Слушай, ну, ты каждый день, во-первых, ходишь по асфальту, во-вторых, да, смена покрытия, там, колени и так далее. Да, я согласен, это могло бы быть, и я согласен, что, возможно, если ты супер проспект, типа, тебя сейчас должны забрать в Манчестер Юнайтед, то, может, не надо, да, лучше? Может быть, не надо. Слушай, а может быть, надо. Джордан играл, там, с пацанами на районе, и так далее, то есть, ну, для каждого своя формула успеха. Я просто хочу дать, мы, как геттофутбол, хотим дать людям почувствовать любовь к футболу, и просто, вот, кайфануть от самого футбола. В тот момент, когда он это делает, он сам не понимает, что он тренируется, да, то есть, тренера, очень многие молодежные команды запрещают людям сюда приходить. Есть такое, да? Абсолютно. Очень много тренеров, но, слава богу, с каждым годом этих тренеров, которые позволяют, либо даже сами берут своих детей, приводят сюда, во-первых, чтобы они сами не шарахались и не прогуливали тренинг, а во-вторых, это для них такое, как развлечение. Имена? Да, имена. Значит так, цыганик, Савельев, Богдан Самойлов, Гринбергс Янга, Гауруч играл, но он играл в более такие матчи, но он всегда поддерживает, приходит сюда, почему мы довольны и рады. Я играл, помнишь? Ты играл, конечно. Помнишь эту игру, про которую я говорю? Да, где? Я надеюсь, ставишь кадр. Про футзал, если мы говорим, ну, это весь состав Раба и Петрова нынешние, вся вышка по футзалу. Кто-то приходит, кто-то не приходит, но вот то, что сейчас в финал происходит, да, в высшей лиге, Петров и Раба, ну, я тебе могу по пять человек с каждой командой назвать, и это все игроки основных составов, и это игроки, которые тащат эти команды. Про отношения с Латвийской Футбольной Федерацией, привет. Давай я буду честный, пусть нам не дадут денег на следующий год или еще что-то. Очень классные работники, те, кто люди, сотрудники Футбольной Федерации, есть отдельные люди, которым хочу сказать спасибо. те, кто в нас верят с 2011 года, и мы сотрудничаем с Футбольной Федерацией с 2011 года, и мы сотрудничаем благодаря тому, что эти люди, которые работают в Футбольной Федерации, да, мы же понимаем, что в Федерации есть Валды, которые не работают и решают, есть люди, которые работают, и благодаря тем людям, которые работают, мы сотрудничаем, они дают призы, они нас финансируют и помогают, и там Уэфа заметила нас и так далее. Так что, в целом, с Федерацией хорошие отношения, но очень непонятная ситуация с Валды и с президентами, и мне кажется, что они не до конца верят в нас и в то, что мы что-то приносим в латвийский футбол, а может быть, даже и в мировой футбол в целом. А спортивная часть Латвийской Футбольной Федерации, ну, то есть, тренера и все такое, как они смотрят? Там по-разному, очень индивидуально, допустим, Валды на данный момент есть, и я не знаю, когда выйдет этот выпуск, будет ли этот человек Валды из Тукумса, тренера Сергейс, да, я не могу, на КЭП, Ковалев, Ковалев, да, очень классный мужик, он, мы когда были в Тукумсе, он был сам на мероприятии, он видел, что это такое, он не запрещает ни одному тукомскому футболисту участвовать, хотя он мог бы, и это, ну, когда люди, которые при какой-то власти, ну, так говорят, то это очень классно, и есть, Артур Шкетов приходил, например, да, тренер, тренер национальной сборной Латвии по футзалу, до этого он очень скептично смотрел, когда игроки сборной играли в гетто, в прошлом году он первый раз пришел сюда, и второй раз мы его уже даже не приглашали, он пришел сам, и ему очень понравилось, и он видел, и он понял, откуда растут ноги, и почему дети или молодежь сюда приходят, почему они играют, почему им это нравится, и у него, просто те тренера, которые не видели, им кажется, что, не знаю, футболисты приходят сюда, они может вбухают, курят, я не знаю, чем они заняют, я не знаю, что тренера думают. Что любишь больше, рэп или футбол? Трудный вопрос. Трудный вопрос. В зависимости от времени суток и от обстоятельств, наверное, нельзя, ну, это невозможно разделить. Мама и папа, да? Да, да, да. Расскажи, откуда любовь, страсть к музыке? Как-то органично, просто вот музыка, вот если в футбол меня мама отдала и я на инстинктах там что-то играл и так далее, получалось, не получалось, то музыка, она просто сама пришла. Ну, и казалось, давай попробую. Сначала я делал биты, мазон, потом думал, а меня эти биты никто не брал, я делал, там отправлялся таким чувакам никто их особо не брал, никто особо ничего не хотел. Я говорю, давай попробую сам на свои биты сделать музон. И сделал сам на свои, кому-то что-то понравилось, они славят, да? Да, я делал такое более по приколу, там что-то свободное и так далее. И это на самом деле зашло. Потом, когда я начал делать серьезно, вроде кому-то заходило, но мне казалось, что это не так должно зайти и да, что-то я в последнее время меньше начал делать. Антоха, ну что, спасибо, что уделил время. Спасибо большое, что ты приехал сюда. Успехов во всех ваших начинаниях и я жду лично, жду Евротур, хочу посмотреть, как у вас все получится. Я жду, когда ты придешь когда-нибудь поиграть. Нет, это тяжело. Ну, ничего, ничего, мы найдем выходы, как ты сможешь, да? Спасибо большое. Подписывайтесь на канал Бойцы Прибалтика. Это был Юрий Жигаев и шоу Зажигалка. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok